В Самарканзе в комплексе Форум Лярмадж-Муассе состоялся круглый стол с участием постоянных представителей государств, участников ОБСЕ в городе Вене на тему вопроса свободы СМИ в Узбекистане. Он организован агентством информации и массовых коммуникаций при администрации президента республики Узбекистан. Репортаж с места события. Открыто и конструктивно так можно охарактеризовать диалог, в котором участвовали госорганы нашей страны, постоянные представители государств, участников ОБСЕ в городе Вене, а также журналисты и блогеры. Звучали разные точки зрения и при этом обрисовывалась общая картина деятельности СМИ в Узбекистане. Спикеры рассмотрели существующие механизмы, вопросы, проблемы и обозначили тенденции на пути к дальнейшему развитию сферы. Как подчеркнули послы, сейчас наблюдается новый этап в медиасекторе Узбекистана. В рамках круглого стола национальные эксперты рассказали об опыте страны в сфере обеспечения свободы слова и открытости деятельности государственных органов. Проинформировали гостей и о роли в этом процессе агентства информации и массовых коммуникаций при администрации президента. Эксперты особо отметили усилия Узбекистана по созданию благоприятных условий для свободной деятельности средств массовой информации, укреплению статуса журналистов, а также восстановлению полного доступа к отдельным зарубежным новостным и правозащитным веб-сайтам. Также послы высоко оценили масштабные реформы и глубокие преобразования. Была подчеркнута эффективная реализация инициированной президентом Узбекистана стратегии действий по пятиприоритетным направлениям развития страны на 2017-2021 годы. В частности, в сфере усилия роли СМИ, защиты профессиональной деятельности журналистов, а также беспрепятственного доступа к информации. Что касается средств массовой информации, чтобы узнать, как они правильно или неправильно работают, надо уметь читать в оригинале. Поэтому со знанием узбекского языка и сейчас во многих телевизионных пакетах наших крупных, которые вещают, в том числе и на зарубеж, мы включили целый ряд узбекских телеканалов. Говорили и об упрощении механизма аккредитации зарубежных СМИ, укреплении роли женщин в журналистике. При этом прозвучало, есть еще над чем работать. Анализ текущего состояния сферы указывает на отсутствие оперативного и надлежащего реагирования на возникающие вызовы в медиапространстве. Запросы общества на своевременное предоставление всеобъемлющей информации о широкомасштабных реформах в стране. Что обуславливает необходимость существенного усиления работы в информационной сфере. Вывода на качественно новый уровень деятельности пресс-служб, государственных органов и организаций. В этой связи затронули ряд документов, регулирующих сферу. Один из них – постановление главы государства о дальнейших мерах по обеспечению независимости средств массовой информации и развитию деятельности пресс-служб, государственных органов и организаций. В дискуссиях принимали участие и сами журналисты, а также блогеры. Они выступали со своими мнениями и предложениями. Когда мы обращаемся, журналисты обращаются в органы государственной власти и управления, нам просто не дают информацию, задерживают со сроками. Но сейчас этот процесс стал налаживаться. Именно потому, что пресс-секретари теперь имеют особый статус, статус заместителей министров. Как может помочь ОБСЕ, я думаю, своими рекомендациями. И по моим наблюдениям сейчас наша страна старается придерживаться рекомендаций. В ходе встречи стороны с удовлетворением отметили установившийся в последние годы открытый и доверительный диалог между Узбекистаном и ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. А также обсудили перспективы дальнейшего укрепления двустороннего взаимодействия.